Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Когда читаешь статьи о моей сегодняшней гости, возникает ощущение, что эта признанная артистка уже много лет украшает своим талантом лучшие сцены мира. Однако это не так. Она – уникальный пример певицы, которая смогла добиться мировой славы, будучи совсем юной. У меня в гостях звезда оперной сцены, российская певица Юлия Лежнева. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Когда на вас смотришь, вы такая юная, глаза просто искрятся. И при этом слово «звезда» вам очень подходит. А вот над словом «российское» я произнесла его и задумалась. Вы себя ощущаете российской певицей? И да, и нет в чем-то. Потому что мой репертуар, конечно, включается в большей мере музыку в 18 веке, в барочную музыку. И с самой юности, с самого детства я стремилась в том направлении. И, конечно, было изначально не так просто себя найти и себя зарекомендовать среди своих коллег, среди педагогов. Но, в конце концов, я была очень упорна, и все меня приняли так, как нужно. Насколько я понимаю, все последние годы вся ваша карьера, весь ваш творческий путь, он развивается на Западе больше, чем в России. В связи с этим хотела спросить. Вот был колледж, да, при Московской консерватории, был конкурс, где Елена Васильевна Образцова, насколько я знаю, услышав вас, расплакалась и сказала, что это вторая «Малибран». Видимо, Елена Васильевна имела в виду силу воздействия вашего пения на публику. Прямая дорога шла дальше в консерваторию, а вы оказались в Кардифе. Вот в связи с этим вопрос, вы вообще рискованный человек? Ведь в этом был риск, уехать из России, совсем еще, в общем, маленькая, скажем, девочка. Сколько вам было лет? На тот момент, когда росла речь о Кардифе, мне было 17 лет. И в 18 лет я оказалась уже в Кардифе. Знаете, я не задумывалась о никаких рисках. Пожалуй, знаете, у меня такая очень была команда, наверное, крепкая. Семья и друзья, которые все меня поддержали. И когда, конечно, в основном перед моими родителями, перед моей мамой стояла вот эта дилемма, отпускать ли меня или нет. Она понимала, что это лучше для меня учиться за границей. У человека, который меня ждет, у Дениса Унила, который имеет возможность пригласить в свою школу певцов, которые специализируются в барокко, в более ранней музыке. Что я буду иметь возможность эти навыки постичь. Меня очень тронуло то, что, встретив Чичилию Бартеля, вы ей сказали, что она ваш главный педагог, несмотря на то, что вы знакомы не были. Ой, ну она, конечно, была таким виртуальным учителем. Если вот двигаться в этом же направлении, то есть это записи, которые мне подарила моя учительница еще, когда училась в музыкальной школе. И постепенно она дарила мне. Сначала это был бах какой-то, что-то такое, клавирная музыка. Потом вдруг появились какие-то мессы, страсти, конечно же, по Матфею, по Иоанну и так далее. И постепенно я через сакральную музыку стала приобщаться вот к этому стилю. И потом вдруг плавно, я еще в школе параллельно там же иногда пела какие-то барочные маленькие, соло где-то там с хором. И потом как раз мне подарили диск «Вива Вивальдич» или «Бартули», который на меня произвел такое вообще все переломившее в моей жизни до и после у меня жизнь получилась тогда. И до сих пор это, наверное, самое-самое сильное впечатление такое артистическое в моей жизни. Когда ты просто слышишь что-то, что-то не знаешь, как это объяснить для себя. И ты пытаешься переслушивать это снова и снова. Останавливаешься на первом треке и пытаешься понять, что это сейчас ты послушал такое. Ну, конечно же, у меня были настоящие педагоги живые. Конечно, с Еленой Васильевной все началось. Она меня настолько поддержала и настолько в меня поверила. Вот я безумно благодарна Елене Васильевне. И вот затем у меня еще появился такой человек Марк Минковский в жизни. Это вот те люди, которые верили в меня больше, чем я сама. Я предлагаю один фрагмент послушать вашего пения и продолжить разговор. Пожалуйста, фрагмент. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас было семь поколений священников в семье Насколько я понимаю, когда вы были совсем маленькой Вы тоже где-то пробовали петь в церковном хоре Так? Да, абсолютно Рассказывайте Знаете, хотел бы начать, как ни странно С моего, наверное, самого первого посещения концерта Если можно так сказать Да, конечно Моя мама была на седьмом месте беременности мной И, естественно, это было на Сахалине Так получилось, что вот Владимир Теодорович Поехал на гастроли в Японию И проездом они были с оркестром на Сахалине И мама не знала, что это будет концерт Но когда она узнала в последний момент, она побежала туда И сказала Там не было уже билетов, естественно Она попросила Мне нужен билет, потому что я не могу не попасть на этот концерт Мне это крайне нужно И она так заэмоциональничала, что она даже разрыдалась Сказала, что сейчас не пустите на концерт Я боюсь, что там что-нибудь случится Они повели ее под обе руки и посадили в самое лучшее место В проходе И интересно то, что там исполнялось в том числе Времена года Вивальди Вот так вот Так что первый в жизни барочный концерт я посетила Вот такой вот Все не случайно Он не случайно Мне приятно Да А еще интересно Ну, это такие, может, подробности не совсем важные Но чисто женские такие Что обычно я не выдерживала никогда какие-то мероприятия Там кино или театр Мне не нравилось Я маму выгоняла из зала всегда Ну, знаете, как это бывает А здесь это было идеально Мне так понравилось И я абсолютно спокойно себя чувствовала И мама досидела весь концерт Без проблем Это был уникальный случай Вот это эксклюзив Спасибо за это свидетельство Ну, а теперь давайте про родословную Как-то получилось тоже Вот я считаю, что это на самом деле Большое-большое чудо в моей жизни Что я оказалась именно в этой музыкальной школе Именно Греченинова, номер 28 В Отрадном, где мы тогда жили После переезда из Сахалина И вот именно там оказалась федагогка Белла Доряниковна У которой помимо просто хора Детей всех, кто должен ходить на хор Был такой еще особенный ансамбль духовных песнопений Который до сих пор существует Если не ошибаюсь Листвица называется Я туда попала Может быть где-то с пятого класса школы Может быть чуть-чуть раньше И заняла там такое уверенное место Второго сопрано И получала огромное увольствие Для меня поход в музыкальную школу Это был как самое Это как святое Потом, когда вдруг появился этот голос Мои родители, они знали, что с этим делать Но, естественно, потом Когда уже все стало немножко налаживаться У меня появились какие-то конкурсы Фестивали Я очень успешно на них выступала Они вспомнили, что ага, у нас же Хотя и нет никого и в семье Вроде все хорошо поют Но на любительском уровне Такого может быть самодеятельность У всех прекрасный слух и голос Но откуда может быть такое А потом отец мне рассказал Что у нас последний из рода священников Кто, собственно, завершил эту Если не ошибаюсь Завершил вот эту плеяду священников Он обладал таким восхитительным голосом Как про это пишут в мемуарах Но был очень юным И отец ему запретил этим заниматься И он вынужден был смириться С этим решением Ну, в общем, может быть Можно представить Что вот откуда-то оттуда Какая-то мечта кого-то воплотилась Ну, не знаю Наверняка А еще есть такая деталь Которая не имеет отношения к музыке Но она интересна То, что Где-то вы писали Что вообще фамилия ваша Могла быть не Лежнева, а Попова Да Мой дедушка Был медбратом Во время того, как Ленин был уже Очень в пожилом возрасте И уже находился в инвалидном кресле И лечил он Ленина до последнего дня Да, он был медбратом Он знал, в общем, все, что с ним происходило Мне-то эта история еще понравилась Другой такой трогательной нотой, я бы сказала Ну, про дедушка и про дедушка Насколько я понимаю, вы его не знали Не знали Но то, что мне очень близко Например, это когда хранишь какие-то вещи Из семьи А когда из семьи остается Из поколения в поколение Вещей мало Тем они ценнее Вы рассказывали, что у вас сохранились Какие-то сувениры до сих пор От вашей прабабушки Да, очень много От моей прабабушки Но это какие-то мелочи, знаете Для меня с самого детства Вот какие-то вот эти материальные мелочи Которые я могла подержать в руках Не знаю, может, я девочка Вот, не знаю Платочек с какой-то каемочкой Самый обычный Который мой дедушка хранил После смерти его мамы Ну, может быть, вот из этого всего Как-то сплетается Из этой любви И трепетного обращения К своему прошлому К своим истокам Может, отсюда тоже какие-то корни Вот этой неожиданной Для современной молодой девочки Любви и тяги К стилю барокко Да Что очень редко Потому что у меня такое чувство Что в этом и есть, наверное, и феномен И в чем-то такая вот Непохожесть Я хочу узнать Прежде чем мы будем слушать еще фрагмент В чем техника барочного пения Отличается от техники Исполнения бельканта Или такого мощного Большого оперного репертуара В чем главная особенность Звукоизвлечения Вот это все равно Как под лупой Что-то рассматривать Какую-то конституру С миниатюрными деталями Как-то невозможно Отойти от нее И насладиться Широкими мазками Нужно отойти очень далеко Да, здесь нужно, по-моему, приблизиться И, может быть, даже посветить чем-то Вот И наслаждаться каждым переливом Каждым изгибом Вот фактуры Не говоря уже о быстрых произведениях Когда мост должен работать очень быстро И в процессе Ну, появляются разные сложности То есть ты должен быть уже на взводе Да, уже должен излучать как искры Чтобы из тебя просто брызгали во все стороны И в процессе, естественно Ты как физически можешь немножко подуставать Но нет Вот появляется докапа И ты должен снова еще больше дать этих искр Чтобы было докапа Альфина Конечно, чтобы еще была кульминация Которую ты должен создать В общем, естественно Чем больше ты чего-то там своего Собственно придумаешь Чем больше ты изворотливости проявишь В разных исполнениях Больше трактовок разных представишь Тем лучше с каждым выступлением Тем интереснее будет слушателю Потому что это, наверное В барокко очень много хитов На которые публика приходила Слушать эти хиты И, естественно, они их знали наизусть И важно было, чтобы каждый певец По-новому что-то новое По-новому представил Это же известное произведение Слушаем фрагмент, пожалуйста 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Дивно. Слезы радости. Спасибо. Юлечка, вот еще о чем хотела спросить вас. Возможно ли при определенной гигиене жизни, при дисциплине, при правильном каком-то бережном обращении своим собственным голосом, при правильном диалоге и хороших взаимоотношениях с голосом, возможно ли вот эту воздушность, эту подвижность, эту легкость и хрупкость сохранить неприкосновенные на долгие-долгие годы? Есть вообще какая-то статистика? Может ли это длиться долго? Я идеалист, я верю, что может. Я верю, что все зависит от тебя. Если ты хочешь, действительно, ты имеешь все возможности для того, чтобы и себя и беречь правильный, как вы сказали, эксплуатировать правильно, в хорошем плане эксплуатировать себя и свой инструмент. Эксплуатировать, не эксплуатировать. Да, именно. Так, чтобы навечно сохранить вот именно такую вот вроде как молодость. Эту специфику. Молодость, специфику, да. Хотя, знаете, бывают иногда вещи, которые, ну, как-то тяжело очень контролировать. Вот спел в больном состоянии, например. Многие знают, спел в больном состоянии, в больном. Да, и уже это сказывается на голосе. Сразу же. Потом, соответственно, нужно потратить какое-то время, чтобы прийти в себя. Вот. И совсем в современном мире. Можете себе представить, насколько тяжело сказать нет тогда, когда все. Когда уже все вокруг требует того, чтобы ты выполнял свои обязанности. Понимаете? Вот почему странно, что настолько далеко все планируется. И зачастую, когда ты подписал, ну, я не знаю, у меня не было, слава богу, таких страшных случаев, но когда ты подписал что-то, у тебя практически нет уже обратного пути. То есть, конечно, самые известные люди, самые влиятельные могут тебе позволить отменить и отказаться. Но большинство просто ставятся перед фактом. Вот. Но я верю, что если держаться правильно в репертуаре и следить за собой, и беречь себя, то все возможно. Хотела вот о чем узнать еще. Насколько я понимаю, видимо, у вас, как ни странно, не было тяги долго. Выйти на оперную сцену, то есть не просто весь образ создавать только на голосе, да, но еще надеть костюм, как-то пойти за какими-то драматическими перипетиями, вот за драматическими коллизиями персонажа, короче говоря, быть не просто певицей, но еще поющей артисткой. Почему так боялась этого? Действительно, тяги не было к этому. Я не знаю, знаете... У всех есть, а у вас ее не было? Не знаю. Может быть, это чисто психологический момент. Может быть, какая-то очень тонкая душевная организация. Я не знаю, я не знаю. Но я начала очень юной, понимаете, мне было совсем мало лет. В 11 лет я начала уже профессионально заниматься вокалом, сольным пением. Сразу же какие-то у меня появились выступления. Потом вот в 16 лет я пела уже свое первое выступление в «Рэквиме Моцарта» с Мининым, да. И потом конкурс... Очень рано все это началось. В Винном и Сверхозе Москвы, я помню, концерты. В 19 лет вообще первый диск записал с Марком Минковским, который сказал, ты так поешь, Россия не здорово, я хочу, чтобы ты записала, и все. Я сказала, да, смотрите, я же не готова. Девочка, которая не хотела быть артисткой. Я боялась, и это правда. Как только я это начинала анализировать, я испытывала вот такой вот импульс страха, что нет, такого не должно быть, понимаете, когда вам что-то предлагают, и вы, а это интересно. Вот ты чувствуешь, что да, есть вдохновение появилось, значит, можно попробовать. А тогда нет, наоборот, у меня все как раз падало, никакого вдохновения не было. Так интересно, и кто же переломил эту ситуацию с оперной сценой, кто был первым? Перелома не было, так как-то очень плавно все получилось. Я выступала много в концертах, по-моему, у меня были опыты концертного исполнения опер, тоже благодаря Марку Минковскому. Потом, благодаря же Марку Минковскому, я выступила в жизни в костюме, в опере, в гуге нотах, в партии Пажа. Вот, это был восхитительный опыт, невероятный просто, во всех отношениях, и счастливый, и безумно удачный, который потом очень много для меня открыл. И как теперь? Все-таки позволяете оперной сцене все-таки ходить? Да, позволяю, но нечасто. Нечасто. Для меня более чем достаточно один раз в год в какой-то постановке выступить. Понимаете, концертная жизнь для меня более органична, что ли. Как ни странно, конечно, переезды и ощущение бездомности, да, с одной стороны, с другой стороны, ощущение, что ты повсюду находишь уют и создаешь его. Это удивительно, когда ты начинаешь получать от этого удовольствие. Это ни с чем не сравнимо. Этого хочется снова. Это как хороший такой наркотик. Давайте посмотрим все-таки, послушаем Юлию Лежневу на оперной сцене. Пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 или какой-то особенный трель, который у вас хорошо получается. Абсолютно море для фантазии. Да, абсолютно. В отличие от... Все, как вы хотите. Спасибо за вопросы. Я еще вот о чем хотела спросить. Как удалось так быстро выучить необходимые для барочного пения языки? Итальянский, немецкий? До сих пор, в общем, есть над чем работать там. Но, честно говоря, вот, опять же, возвращусь в самое детство, в 11 лет, когда у меня образовался такой вот, переменился голос, и я пошла к Черкасовой Тамаре, к своей учительнице в музыкальной школе, она сразу же поняла, что мне больше нравится, больше легче мне петь на итальянском языке. Она мне сразу стала давать. Конечно, были и русские романцы, но мне и больше нравилось, и мне было легче. И до сих пор мне петь на русском очень тяжело. Не цепляли романцы ни Чайковского, ни Равманина? Конечно, цепляли. Я же еще училась как пианистка, параллельно в училище. И там был концертмейстерский класс со второго курса. Ну, конечно, да. И это такое удовольствие, когда еще мне сказали, что это же здорово, ты же можешь еще сама себе подпевать. Это была такая радость. Я даже на двух экзаменах, помню, сама себе подпевала. Это было невероятно. Можно было выучить спокойно все и себе что-то петь. Удивительно. Но только сейчас я потихонечку, потихонечку понимаю, что ну надо уже все-таки уже в следующем году 30 лет, понемножечку надо как-то уже какие-то даже, может, драматические вещи. Потому что в плане характера, в плане именно образа, мне было бы это очень интересно уже сейчас и какие-то краски новые найти что-то. Но вот все-таки вот эту вот дистанцию с языком во время пения, вот что-то здесь нужно делать. А как появились в репертуаре немецкие романтики, такие как Шуберт, Шуман? Все по рекомендации. Все вот большинство в моей жизни, кроме барокко, вот, да, то, что я сама туда пошла, и меня никто туда как-то не рекомендовал, вот, к этой музыке. Я сама стала это петь. Но здесь трудная педагогия. Пожалуйста, осмотрим фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите мне, пожалуйста, Юля, что такое день выступления для вас? Как он проходит? Ой... Долго, долго спать мне требуется. Много поспать, если есть возможность. Поздно проснуться. Поздно проснуться. Игорь Негода. Идеальный день – это когда, в общем, все хорошо отрепетировано. Но весь день молчим? Или все-таки в день выступления неужели репетируете? Репетируем. И по час, получается, в один день, как три концерта. Потому что есть репетиция, получается, целиком концерт. Она бывает очень такая требующая больших сил. Сам концерт. Ну, еще часто бывает так много бесов, так под семь, под пять бесов. Фактически, как еще отделение. В общем, так... Вот. А после концерта что вы делаете? Обычно? В зависимости от того, что должно случиться на следующий день. Если на следующее утро нужно лететь с самым первым рейсом и репетировать где-то, вот, то тогда нужно бежать домой, готовиться и ложиться спать. Вот. А если, в общем, есть возможность передохнуть, или рейс вечерний, если это не турно, если можно ехать домой, то можно пойти погулять, потому что очень важно. Мне кажется, вот, знаете, я в последнее время ощущаю на себе вот действие вот адреналина как просто, как, не знаю, как гормона, как же как это называется? Как токсичного вещества. Ну да. Честно говоря, я в этом не разбираюсь. Тогда невозможно остановить себя. Возможно. Оно пропитывает все твое тело. И дальше ты просто становишься зависимым от его действия. Тебе нужно... Ты чувствуешь вот эту вот нездоровую активность. Вроде как после трех концертов, вроде как, да, нужно уже упасть без силы. Уснуть. Так нет же. Хочется спеть четвертый? Это, во-первых, да. Ты думаешь, а я могу еще, во-первых, спеть, потом, ну, тебе хочется как-то немножко остыть. Я даже хожу часто на прогулку, если есть такая возможность. А вот чтобы передохнуть, вот чтобы перезарядиться, что важнее для Юлии Лежневой? Это как бы дать отдохнуть голосу или дать отдохнуть психике? Оно взаимодрога заменяет. Очень связано. Когда голос уставший, ты... Я думаю об этом, я переживаю, естественно, когда что-то у тебя не в порядке. Ты как человек заботливый о себе или как бы о своем диете, еще о своем инструменте, о том, что ты очень ценишь, что ты ценишь превыше всего, как самый дорогой подарок. Конечно, ты не можешь чувствовать себя вот спокойно и расслабленно. Но бывает и такое, что да, ты готов к бою и полон сил, но голос говорит, что нет, что тебе нужен отдых, и тогда ты делаешь так, как нужно ему. И можно тогда переключиться и заниматься другими приятными делами. Сходить на прогулку или, не знаю, порисовать кино. А вы рисуете? Ну, сейчас уже гораздо меньше. Но раньше очень увлекалась в детстве. И, наверное, последний вопрос. Какое из выступлений, какое из произведений, будь то маленькое или большое, которое за последнее время Юлия Лежнева считает своим новым достижением. Вот ощущением, что удалось подняться еще на одну ступеньку выше. Какого не было. Ну, не может быть. Честное слово. Неужели? Не знаю. Может быть, просто я надеюсь на то, что за меня это кто-то сделает другой, кто-то за меня это оценит, слушатели или мои близкие. Но как-то мне не знаю, что сказать. Я именно там, где я должна быть. И я должна сделать все для того, чтобы там остаться настолько, насколько я могу, навечно, насколько хватит моих возможностей, моего терпения, и моего благоразумия, и сдержанности, несмотря на мой взрывной характер, как вы видите, на мою быструю речь и так далее. Это все, конечно, мы каждые всегда... В общем, это не борьба с собой. Это все время поиск себя, как ни странно. Хотя вот, кстати, может быть, где-нибудь после 30-ти, или, может, в следующем году я смогу ответить на ваш вопрос. Просто сейчас, пока эти мелкие дизайли еще не соединились в одну большую красивую фигуру, более такую масштабную. Спасибо. Слушаем еще фрагмент. Пожалуйста. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что же, Юлечка, очень не хочется с вами прощаться, но надеюсь, это в первый, но не в последний раз, что вы в гостях у нескучной классики. И очень хочется вам пожелать вот в ваших, как вы сказали, поисках, в ваших, как вы сказали, маленьких звеньях и кружевах, из которых потом рождается огромное полотно цельное, мне очень хочется пожелать вам на этом пути удачи, чтобы путеводная звезда всегда светила, чтобы ангелы ваши хранители пели бы Аллилую на всех языках. И огромное спасибо, что вы были героиней программы «Нескучная классика». Спасибо. Беседуя с Юлией Лежневой, я подумала, как все-таки причудливо устроен мир. Маленькая девочка с далекого острова Сахалин стала для всего музыкального мира голосом старинного европейского стиля барокко. И не случайно мировая пресса называет ангельский голос Лежневой взлетающим в стратосферу. С вами была Сати «Нескучная классика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Нескучная классика»